Я иду на север! Юные зрители с интересом наблюдают за маленьким олененком. Во время пурги главный герой спектакля отстал от своего стада и потерялся. В поисках пути домой олененок встречается с голодным волком. У этой постановки хороший конец, добро побеждает зло. А еще спектакль знакомит юных зрителей с прекрасной и суровой природой северного края, обычаями и традициями народов, населяющих наш холодный регион. Мы рассказываем три сказки, несколько легенд, басни, которые связаны как раз с жителями коренными, жителями севера нашей земли. То есть так или иначе, все мотивы, которые использованы в нашем спектакле, они местные, колоритные, интегрированные в наше пространство культурное. Силуэтный спектакль помогает детям не бояться темноты, преодолевать страх через положительные эмоции. Одна из задумок – позволить малышам самостоятельно раскрасить в своем воображении темные силуэты персонажей яркими красками. Актеры в этом спектакле тоже есть, хоть их и не видно за полупрозрачным экраном. Это театр теней, и там постоянно меняются роли, так скажем, то есть определенной роли нет. А после спектакля малыши смогли попробовать себя в роли художников. Все зрители спектакля получили в подарок раскраски с главными героями представления. Я выбрал эту картинку, потому что она слишком красивая. Я нарисую оленя. Ну, оленя там в пещере какой-то застрял. Ну, и заблудился сильно. Ну, я люблю рассказать и рисовать. Еще мне запомнились волки-медведи. Ну, мне больше запомнились медведи и там прокушку. Потому что они такие вот интересные. Раскраски с изображением персонажей северных сказаний и героями древних легенд создали художники и дизайнеры культурно-спортивного комплекса «Ямал». После кропотливой работы иллюстратора они ушли в печать на специальной плотной бумаге. Такая выдержит натиск даже самых твердых карандашей. Тираж полтысячи экземпляров. Мне предоставили полную свободу, когда я начинала все это рисовать. Но, соответственно, я пользовалась референсами, потому что нужно было погружаться именно в ямальскую вот эту всю историю, чтобы понимать вообще, что мы хотим донести до детей. По большей части я, скорее, брала именно фотографии реальных животных и уже перекладывала их на детское восприятие. «Легенды Ямала» — так называется этот проект культурно-спортивного комплекса «Ямал». Идея рассказать о культуре и обычаях народов севера с помощью теневого спектакля получила грант программы социальных инвестиций «Родные города» и была реализована при поддержке «Газпромнефть» «Ноябрьская нефтегаза». Культура коренных малочисленных народов севера очень самобытна, очень интересна. И наша была именно основная цель — развить ее, расширить эту историю. И уже с малого дошкольного возраста рассказать детям о том, что есть такие легенды, есть такие сказания. И, конечно же, ближе познакомить детей с персонажами, с животными именно севера. Воплотить в жизнь свою идею может любой житель Ноябрьска. До конца октября продолжается прием заявок на грантовый конкурс «Родные города» на 2025 год. Участие в нем могут принять как некоммерческие и бюджетные организации, так и неравнодушные жители, готовые вкладывать свою энергию в полезные преобразования. КОНЕЦ